Всем привет, с вами Джокер, и это будет такой вот разговорный бложек, и я вынужден начать этот видос с очень печального известия для меня, по крайней мере. В общем, это видео записывается со второго дубля против моей воли, потому что мой телефон меня очень сильно подвел, и на 20% зарядки разрядился за 8 минут, что меня очень сильно расстроило. В том вот видосе, 8 минутном, который, к сожалению, навсегда утерян, потому что, естественно, сохранение видоса экстренно не предусмотрено в этой операционной системе, очень жалко его мне, понимаете, потому что вот эти 8 минут я говорил крайне красноречиво, выражался такими эпитетами, которых по закону подлости сейчас сыскать не смогу, но искренне попытаюсь, и половину тем, которые я тогда обсудил, реально интересно, скорее всего, я также не смогу упомянуть, потому что попросту их забуду. Однако я постараюсь и воспользуюсь шансом, и заодно, вот видите, как раз начинаю запинаться, исправлю структурную ошибку того видоса. Он планировался, как, знаете, такая просто ответочка по куруме на русском языке, потому что я прекрасно понимаю, что я уже вас запарил делать видео на английском, но, простите, пришлось с этим дряным комьюнити в очередной раз связаться, поговорить с ними. Очень часто пришло уведомление из твиттера, ужасная социальная сеть для ужасных людей, к слову, и да, но к этому вернемся позже. Это вот просто видеоблог, если я вам интересен как человек, можете его, в принципе, смотреть. Я думаю, что пускай, возможно, не так красноречиво, как тогда, но все-таки найти какие-то обороты, подобрать нужные слова, чтобы выразить свои мысли, я точно смогу. В общем, приятного просмотра. Начать бы я хотел вообще с телефона, потому что я очень раздосадован случившейся ситуацией, как я уже и говорил. По поводу айфонов хотел бы сказать, потому что меня пару раз спрашивали, мол, у тебя айфон, а айфон-то что в GD-комьюнити, что просто в России не настолько распространенная вещь. Часто меня спрашивали, извиняюсь за татологию, а стоит ли вообще брать. Мой ответ однозначный, да, стоит, но только при условии, что вы готовы покупать каждый год новый телефон, потому что в противном случае оно вам не прослужит. Вот у меня есть, к сожалению, не могу его вам сейчас показать, потому что он находится в другой комнате, MacBook, сделанный компанией Apple в 2011 году. И с 2011 года, 10 лет на секундочку прошло, это старше половины GD-шеров, он мне служит верой и правдой. То есть он мне столько раз вручал, что просто описать невозможно словом русским. И плюс ко всему, понимаете, почему его не обновляю? Средства к существованию у меня есть, и средства к обновлению ноутбука тем более, однако просто нет нужды. Понимаете, в более мощном железе я не нуждаюсь, а работает он как часы. А вот iPhone, вот заладил Tim Cook эту тему с постоянным обновлением, это просто задница, потому что у меня iPhone XS сейчас. И потому что я не вижу никакой разницы между iPhone XS и iPhone 11. И вот только iPhone 12 mini вышло, думаю его приобрести. Однако, понимаете, каким-то очень подозрительным образом iPhone мой начал очень сильно тормозить после выхода новых моделей этого телефона. И это такое порой до абсурда. Казалось бы, телефон был приобретен за бешеные деньги в свое время. И по идее презентовался как некий флагман, как, знаете, такой вот гордый парус, который будет возвышаться над мачтой моей жизни, который будет с меня радовать, снимать хорошие фотографии. Но вот такая ситуация из жизни, которая произошла сегодня. Я вот не знаю, показать или не показать, наверное, все-таки рискну, покажу. Очень плохо покажу. Сейчас одной рукой довольно тяжело достать. Надо главное имя закрыть. А, сфера фитнес. Представляете, блин, сфера фитнеса до сих пор. Мы о ней, возможно, еще поговорим, если я не забуду. Закрыть все. Но просто, смотрите, узнаете цвет этой карточки, да? Это водительское удостоверение, которое я недавно получил. И, как правило, со мной ездили более опытные водители все это время. Давали мне советы. То есть, я ввел сам, разумеется. Вожу я довольно уверенно. Баранку, извините, крутить я все-таки вполне в состоянии. И сегодня я впервые в жизни абсолютно ехал полностью сам по абсолютно незнакомому маршруту по навигатору. И, знаете, не было моей злости предела просто. Мой замечательный айфон не справился с навигатором. Я поставил маршрут, забил его. И телефон начал тупить так, как будто у меня там готыдер запущен без LDM в 240 фпс на 4К. В итоге телефон начал просто зависать. У меня начал гаснуть экран. И, разумеется, на круговом перекрестке, на котором я вообще прекрасно, блин, понимаю, что не смогу справиться без навигатора, у меня полностью отрубается телефон. Это просто полная жесть. И айфон меня подвел. К сожалению, очень сильно подвел. Не порадовал. Немало было сказано очень грубых слов в адресе моего телефона. Но что поделать? Потому что такова вот жизнь. И этим компаниям, к сожалению, давно уже плевать на человека. Делают не для людей, а делают для денег. Но это не суть. Все, я высказал свой гнев на телефон. Поэтому теперь я могу с чистой душой продолжать. В общем, давайте тогда сразу приду к делу. Думаю, многие из вас заметили, что в последнее время мой канал находится в состоянии войны. Войны с Куруми и всем зарубежным комьюнити. Уже во второй раз, только на сей случай я не сделал ничего, за что я чувствовал бы какую-то вину и что мог бы счесть неправильным. Да и в прошлый раз тоже, если честно. Давайте уж говорить прямо. Я просто хотел проверить, насколько хороши в манипуляции с зарубежными челиками и результатами эксперимента. Думаю, что я, что вы. Обращаясь к зрителям, которые знают, какой человек на самом деле, вполне довольны. Но, опять же, это все лирические отступления. Давайте же перейдем к сути дела. Куруми. Давайте я сейчас быстренько расскажу всю ситуацию от и до. Я в прошлом видео по пальцам пытался считать, но таки сбился со счета. Поэтому я сразу расскажу с этой идеей и перейду к перечислению без каких-то лишних, без каких-либо лишних жестов. Первое, что происходит, это Куруми, соответственно, просит у меня, мол, Вернамушка, тогда еще Вернамушка. А ну-ка, дай мне фаерворк попробовать. Я ему даю. И вот смотрите, давайте, вот первый этап. Куруми берет фаерворк, делает крутейшие прогрессы, невероятно весело. Мы с ним проводим время. Я ему пишу целые оды поддержки. Его все любят. Фаерворк ловит низтовый хайп. Все довольны. Все происходит просто, знаете, по лучшему сценарию лучших диснейских мультиков. Однако тут происходит задница. Куруми внезапно сходит с ума, я это назову так, и происходит просто полнейший пипец. У него начинаются проблемы с психическим здоровьем под названием воспаление хитрости, потому что иначе я это описать не могу. Я знаю людей, у которых реальные проблемы с психическим здоровьем, и то, насколько сильно их проблемы реально возличают Куруми, просто невозможно описать словами. Поэтому давайте не будем даже пытаться торотить на это время. Скажу, как есть с Куруми. Он просто обленился. Ему ударила в голову слава. Он стал вести себя крайне грубо. Он обленился. Перестал делать прогрессы. Стал огорать восу на своем нафиг никому не сдавшемся твиче. В общем, просто человек начал страдать фигней. Давайте называем это проще гораздо. И знаете, что я не терпила. По своей натуре вы это знаете. Но это вот был один из немногих случаев, когда я засунул свой язык в жопу. Он мне откровенно хамит, и я молчу смирно в тряпочку. Потому что тогда я верил в исключительность скилла Куруми и в его непревзойденные навыки, как верифера. И, соответственно, надеялся на то, что сейчас он перебесится с жиру. И опять продолжится то, с чего все начиналось. И то, что все верили. То, чего все, собственно, ждали. Однако, хрен мне. Потому что происходит третье важнейшее событие. Мне пишет многоуважаемый Эйли и говорит, мол, дружище, вот посмотри-ка то, что Куруми, извиняюсь за мат, я, конечно, хотел от этого уйти. Посмотрю, Куруми пиздюк. И показывает мне очень достоверную информацию касательно его легитности. Нелегитности, если выражаться точнее. После которой я пишу Куруми уже с чистым сердцем. Мол, дружище, извиняюсь мне, ты не нравишься? Ну, правда. Есть определенные фердопердозные пруфы на тебе, которые ты опровергнуть, скорее всего, не сможешь. Выйдет на тебя завтра экспоуз. Я тебя не буду вытягивать из этого дерьма. То есть, обратите внимание, я говорю то, что тебя разоблачают определенные челы какие-то. Я не говорю то, что я его разоблачу, как многие считают. Я его не разоблачал. Замечательный экспоуз, с которым я настоятельно вам всем рекомендую ознакомиться. Ввиду его непревзойденного качества и непровержимости пруфов, предоставленных в данном ролике. Очень всем советую посмотреть. Повторюсь, извиняюсь за тавтологию лишний раз. В общем, давайте уже к делу. Что-то мы отвлеклись. Куруми, естественно, переписился. Сгоряча слил переписку со мной, в которой я с ним разговаривал довольно грубо. И в итоге он говорит, блин, я готов ответить на этот экспоуз. Я тогда решил, ну, почему бы и нет. Если он этот экспоуз каким-то образом опровергнет, я не знаю каким, но вдруг сможет, блин, чудеса бывают, тогда он сможет верифать ФВ. Три условия было ему поставлено. Первое условие – это извиниться и сделать комьюнити-пост. С ним он справился, потому что просто крокодиловые слезы пылить, мол, Вернам хороший парень, это задача из простых. Второе – дождаться видоса, я ему переведу основные пруфы, он их опровергнет, и, соответственно, все будут жить долго и счастливо, если он не читер. И третье – это перестать быть жирным. Вот на этом пункте я хотел бы сейчас остановиться, это будет очень надолго, я сразу предупреждаю. Если вас не интересуют жизненные темы и вы ноу-лайфер, то можете перемотать, но даже если вы ноу-лайфер, я бы не стал на вашем месте, потому что этот месседж, возможно, изменит ваше, знаете, мировоззрение, отношение к вещам текущим. В общем, Куруми жирный, да, он реально жирный, меня сейчас ненавидят в зарубежном комьюнити за то, что я его назвал жирным, потому что у них не принято говорить прямо, у них принято говорить не что-то, а как-то. Это вот черта и комьюнити, которые мне очень сильно не нравятся, потому что там абсолютно плевать, что ты говоришь, главное, каким образом, какую бы ты херню ни нес, если она говорит свежливо, по-доброму, то, ой-ой-ой, тебе никто и слова плохого не скажет. Если ты говоришь правду, то правду там, откровенно говоря, не любят. Но это, опять же, отступление, чтобы избежать сумбурности, буду стараться фокусироваться на одной теме. И этой темой сейчас станет Куруми конкретно. Понимаете, ситуация какая? Куруми при небольшом росте, реально, в большом, вот, если вы его сейчас смотрите, вы выше, скорее всего, чем Куруми, весит 100 килограмм. Это, мягко выражаясь, ожирение второй-третьей степени, насколько мне известно. И это очень нехорошо. Вот откуда все эти проблемы с башкой его надуманы? Откуда эта истеричность? Это все от жира, я считаю. Потому что, когда человек в плохой физической форме, давайте даже не будем перечислять и тратить время на излишнюю и так всем очевидные вещи, то, что жирные люди гораздо менее привлекательны, то, что у толстых людей куча проблем с физическим здоровьем, потому что физическое здоровье жирных людей очень страдает. Закупорка сосудов, холестерин, все эти прикольчики очень быстро укаются. Человек думает, что, блин, жить жирдяем не так уж и плохо, живет-живет, а в 20-30 лет сердечко говорит ему, извини, я такого тоже терпеть не буду. Человек уже разговаривает не с людьми, а с бесами в том свете, который за чревоугодие его очень быстро нагло пасает. Ну, опять же, с физическим здоровьем, я надеюсь, вы не зарубежные челики, потому что зарубежные челики пишут unhealthy fat и healthy fat, типа можно быть жирным, здоровым. Нет, нельзя, это бред собачий, что они там себе напридумывали. Живут в мире фантазий каких-то, ну и фиг с ними, их право, не будем их трогать. Несчастные люди, которые отвернулись от Бога, так что сосредоточимся на моральных проблемах. Понимаете, я не жена-ненавистник, но жирные мужчины гораздо ближе к бабе. Не к женщине, а именно бабе. Что такое баба? Я думаю, когда я говорю слово баба таким негативно-окрашенным тоном, вы прекрасно понимаете, о каком наборе качеств идет речь. Это неуверенность в себе, истеричность, глупость, отсутствие логики и так далее. Вот что, как правило, подразумевается под дыриной бабой такой. Вот, смотрите, за примером далеко ходить не надо. Вот пример, понимаете, я не на вас сейчас показываю, а на себя показываю. Я был жердяем, что надо, прямо отпетым. 120 килограмм, это крайне был хреновый показатель физической формы, и, соответственно, я был жирным. И вот сейчас просто посмотрите на мою квартиру. Какая чистота. Вот давайте сейчас приближу. Посмотрите, как там все аккуратно, вот отсюда, конечно, не видно, но там все разложено, видите, тютелька в тютельку. Какая чистота везде. Я не убирался специально перед видосом, и вот реально, вот просто вот сейчас заметил это. Смотрите, какая чистота. Везде. Знаете, как выглядела... Солнышко, подожди, я еще не закончил записывать видос. Знаете, как выглядела эта самая хата буквально пару месяцев назад, когда я был жирным чумошником? Вот на этой люстре висели трусы, вот на этом шкафу висели другие трусы, все было развалено, носки повсюду и так далее. Был свинарник самый настоящий, потому что где живет свинья, там будет и свинарник, понимаете? Жир, он дает лень. Жир дает истеричность. Жир дает неуверенность в себе. Вот это просто ужасно. Потому что уверенность в себе это вообще чуть ли не самое ключевое качество. Потому что даже если вы лошок, вроде по всем параметрам, но уверенность в себе, с вами будут считаться. Потому что, вот знаете, если человек мямлит, мямлит, вот, например, в уличной драке, вот так вот, докопались до вас на улице. Ну, вот так вот получилось в вашей жизни, не смогли вы избежать конфликта. И вот вы мямлите, вас даже если вы в плечах амбал быстренько посадят на кукан. А вот если вы лошок, но при этом дерзите и уверенность в себе, знаете, сейчас, извините, у меня не пришло. Вот даже если человек по всем признакам вас может легко разбить, он подумает, а вдруг он что-то знает, а вдруг он что-то может. Понимаете, уверенность в себе человек вызывает опаску и уважение у нужных людей, соответственно. И вот жир, эта уверенность в себе плавит невероятно. Плюс к всему быть жирным дорого. Я, несмотря на свою обеспеченность, очень неплохую. Я, когда был жирным, таратил на еду невероятный объем денег. Несколько тысяч рублей в день. Вот подумайте, по две тысячи рублей в день, рассчитайте себе, это 60 тысяч рублей в месяц на еду. Это даже для меня, мягко выражаясь, бьет по кошельку. Потому что эти 60 тысяч рублей могли бы быть потрачены на что-то гораздо более полезное. На новую микроволновку, например. Блин, как же мне ее не хватает. Ну, это так уже. Проблема решаемая. Так вот, жир это ужасно. Жир ломает человека изнутри во всех смыслах этого слова. И знаете, это вот уже позже выяснилось. Отец Куруми занимается спортом. Ну, физкультурой, да. Потому что, когда я спросил Куруми, есть ли у тебя там блины, штанги, там гриф, что-нибудь хотя бы. Он отвечает, да, у моего батя там целые наборы этого всего. Я охренел. У него сын с ожирением третьей степени, скорее всего, он там сам тягает веса, а на сына ему что, пофиг, что ли? Потерянный человек. Вот эта вот философия, быть собой, нет. Быть собой мы все сами. Я, блин, не дядя Петя, не дядя Вася, это я. Быть собой – это то, что мы делаем каждый день. Но совершенствовать себя – это то, к чему нужно стремиться. Потому что, знаете, когда я был жирным, я очень надеюсь, что я не говорил этого в видосе, потому что вот в прошлом видосе эта мысль была очень важна. Понимаете, сейчас я живу прекрасной жизнью, реально прекрасной. И люди, которые вокруг меня, реально ко мне потянулись сейчас. Которые раньше отдадились ко мне с холодком, сейчас у меня с ними замечательные отношения. Я думал, что те, кому надо, сами поймут, о чем мы, о ком речь, но это вообще не суть сейчас. Я стал жить полной жизнью. У меня появилось множество интересов, понимаете, увлечений. Каждый день для меня много новых друзей. Вот понимаете, вот просто примеры жизни, что произошло буквально вот три дня назад. Иду я в магазин, значит, посреди ночи. Вот захотелось нам покушать с моим условным другом Серегой, да, буду Серегой называть. И я вижу, мужики копаются вокруг какого-то грузовика. Иду, копаются. Иду обратно, копаются. И вот подумал, блин, что-то, наверное, переезжают, надо помочь. Говорю, давайте помогу вам, мужики. Они говорят, да, помощь нужна. Я им сумки поднял, там, за батарейками сгонял. Особо работинка для меня не нашлось, там, диваном помог немного перевернуть вроде. И вот познакомился с тремя офигенными людьми. То есть, там Дэн одного из них завод. Но больше разглашать ничего не буду, пожалуй. Вот все, пожалуйста. Я уже познакомился с крутейшими молодыми соседями, которые, сказали, приходи в гости. У которых, там, перчатки, значит, общие интересы. Конечно, мы с ним сейчас не очень плотно общаемся. Но все-таки познакомился с тремя клевыми людьми. Они мне показали, вот я тут живу не так уж и долго. Ларек местный, где батарейки можно ночью купить. Думаю, многие, кто живут, хотя бы немного самостоятельно, знают, какой геморрой надо бывает достать батарейки посреди ночи. И понимаете, вот она жизнь. Это кайф. Вот просто иду по улице, и меня все радует. Понимаете? Куда не посмотришь. Вот реально, вижу небо серое. Я смотрю в это серое небо, и мне офигенно. Понимаете? Потому что счастье, оно внутри меня. И когда я был жирным, я не знал, что такая жизнь есть. Понимаете? Нет, не было такого. Если бы я знал, я бы сразу начал худеть. И вот когда я был жирным, я постоянно говорил, я не могу. Я болею. У меня там аллергический инфекционный процесс. Я там овощи или двигаюсь, скорую вызываю. Так поэтому я скорую вызывал, потому что движение это жизни. А у меня жизни не было. Я исцекал и гнил заживо, по сути. Вот лежа в этой самой кровати, в которой сейчас я просто отдыхаю, тогда я здесь гнил. Я так гнил. Она буквально распространялась. Она забирала мою душу. Понимаете? Жирный человек, он не осознает, что хорошая, реальная жизнь есть. Она есть. Я реально не осознавал этого. И сейчас я искренне понимаю, что каждый тот день, когда я говорю, что не могу, что мне лень. Когда я звонил там своему тренеру, говорил, блин, не могу приехать. Я каждый раз мог. Понимаете? Мог. Не просто мог, а вот реально. Искренне мог. И я реально жалею о том, что я не начал заниматься собой раньше. Но, как говорится очень хорошая пословица. Лучший день, чтобы посадить дерево, был 20 лет назад. Второй лучший день сегодня. И вот я занялся. Я занимаюсь уже сколько, получается? Ну, вот в сентября примерно. Результаты меня радуют и воодушевляют. Смотрю на себя в зеркало прекрасно. И каждый аспект моей жизни, когда избавился от жира, стал лучше в миллиарды раз. Вот серьезно. И не преувеличиваю. У меня появилась жизнь, увлечение. Все это я повторяюсь. Да, знаю, но пытаюсь сделать так, чтобы вы уж точно поняли, насколько это важно. Если меня смотрят сейчас жирные люди. Серьезно. Смотрел мультик Добрыня Никитич и Змей Горыныч. Очень хороший мультик. Вообще, я очень люблю Мельницу. И российская киноиндустрия. Мультики всегда занимали особенную и развитую нишу. Вот интересный факт, такой вообще не в тему. На одной из серий Маши Меде 10 миллиард просмотров. Вот просто так. На раздумья вам. И киноиндустрия в России, точнее, мультфильм индустрии, да? Не знаю, как это назвать правильно, чтобы это не звучало как-то по-детски. Вот она очень правильная, я считаю. Там была такая фишка у Добрыни Никитича. Не зная, что делать, упал, отжался. Вот. И если вы реально не знаете, что делать, упал, отжался. Потому что физическая активность, она полезна абсолютно всегда. Даже если болеете. Если у вас там нет высокой температуры очень. Вообще, вот единственная причина, по которой, я считаю, можно пропустить тренировку, это смерть. Серьезно. Вот. Сказал мне однажды мой батя очень мудрую вещь одну. Чтобы умирал, но здесь был, в спортзале. И вот, когда я следую этому правилу, моя жизнь становится еще лучше даже. Понимаете? Когда я не ищу отмазок, а просто приезжаю. Вообще, я думаю, про если вот, я могу так безустанно говорить про жир, про жиросжигание, про спорт. Может, мне стоит сделать отдельную серию видео с упражнениями. С чего начать новичку в спортзале. Потому что, понимаете, я ведь тоже занимаюсь недолго, по сути. Да, у меня есть огромный багаж опыта. Но этим опытом нужно делиться, в конце концов. Я ведь сейчас в шкуре новичка, по сути. Я думаю, что для многих это могло бы стать хорошей мотивацией. Потому что я могу вам представить очень хороший сет упражнений. Который в домашних условиях сможет делать абсолютно каждый из вас. Сет отличается, знаете, чем? Тем, что он не какие-то конкретные группы мышц. Типа ноги, потом спина, плечи и так далее. Нет. Потому что для новичка это неуместно. Этот сет я уже прошел его. Я занимаюсь по отдельной программе. Но для вас могу посоветовать этот сет реально гениальный. Потому что любой новичок его сделает. Это ОФП, общая физическая подготовка. Очень правильный ОФП. Не травмоопасно. Все упражнения простые, понятные. И самое главное, дают быстрый результат. Я думаю, что я однозначно сделаю серию таких видеороликов. Потому что, ну вот, прям надо. Чувствую, что есть мое призвание. Потому что если хотя бы один человек посмотрит, да, в плохой физической форме. Возьмет в руки какую-нибудь там колонку, да, присядет с ней. Потом другое упражнение и так далее. Понимаете, если вот этот человек изменится, начнет жить так, как я сейчас живу, полной жизнью. Жизнью без жира. Жизнью, которая проходит не за экраном компьютера, а жизнью, которая происходит вот. Понимаете? Посмотрите, жизнь, она реально прекрасна. Жизнь, она, она реально настоящая. В этом ее главный плюс. Вот она жизнь. Понимаете? Вот посмотрите. Каждая эта машина, она ведь приехала сюда не просто так. Кто-то в этой машине сидел. Вот там четко идет куда-то. Горят окошки. Вот горит тот самый, кстати, ларек, в котором батарейки покупал. Ночью. Понимаете, жизнь, а то она и жизнь, чтобы жить. Чтобы жить полноценной жизнью. Я ведь реально, понимаете, в чем проблема? Когда я был жирным, когда я парялся всеми этими образами, я просто, когда снимал видео, боялся показать себе зеркало. Сейчас я не боюсь, понимаете? Я понимаю, что моя форма далека от идеала. Я понимаю, что та же бицуха у меня, например, далеко не самая большая. Но не засую показать, понимаете? Потому что я знаю, что я буду заниматься. Вот, и опять же, я, конечно, задолбал уже, но с тренировками. Я хотел бы сказать одну очень важную вещь для вас, товарищи. Если вы будете заниматься, результат у вас будет. Понимаете? Если вот вы поставили себе три раза в неделю ходить, самое оптимальное, вот реально очень оптимальное, поставили себе три раза ходить, будете стабильно ходить в любом состоянии и в любом виде, будет у вас результат. Никуда он от вас не убежит, понимаете? И вес, вот я вот занимаюсь тяжелой атлетикой лично, он не в воробе, он не улетит. Будете заниматься, не смогли сделать там сотку сегодня, сделайте через неделю. Не смогли через неделю, вы будете делать, понимаете? Ну, вы сможете. Вот примите это как факт, вы сможете. Я уже даже не особо понимаю, что мне говорить о ГТА, я у Круми все сказал. Типа, челик просто ударил ему в голову славу и так далее. Ну, вот, хотел бы объяснить, что вот еще раз, отцу пофиг. Я просто увидел, что если с ним жестко разговаривать, он делает все, что я скажу. Я решил, раз у меня есть хоть какая-то возможность, хоть таким вот, пускай даже неправильно признаю способом, добиться того, чтобы он наконец-то пошел в зал, почему бы не попробовать? Я попробовал. Я не остался в стороне, я горжусь этим. Поэтому, парни, я уже высказал практически все, что хотел сейчас высказать. Возможно, у меня появятся какие-то мысли на другой видос. Надеюсь, что вам было интересно смотреть и слушать. Желаю всем хорошего дня. Желаю, вот, если вот вы ГДшер задройте, относитесь серьезно к этому коммунити, перестаньте, это всего лишь игра. Игра развлекать вас должна. Понимаете, тот же нейрон, который все так не любят, это высшая ступень эволюции, потому что он реально играет в свое удовольствие. Понимаете? У него есть реальная жизнь. Он сильный парень, занимается спортом. Скорее всего, реальное увлечение. Он армеец, насколько я знаю. Вот к чему нужно стремиться. Для него эта игра, это просто хобби. Не делайте из игры свою жизнь. Я когда сделал из ГД свою очень большую, знаете, нет, я не из ГД сделал огромную часть своей жизни. Я об этом жалею всей душой. Потраченное в никуда время. Жизнь-то вот она, понимаете? Жизнь прекрасная. Если вы начнете жить реальной жизнью, вас все будет радовать. Компьютерная зависимость – это не миф. Избавляйтесь от нее. И поверьте, если я смог, будучи 120-килограммовым чучелом, который живет буквально на иждивении, лежит в этой кровати и гниет, смог стать человеком, то и вы сможете. Нет ничего из того, чего добился я, чего добьетесь, чего не добьетесь вы, если будете работать. Просто занимайтесь, преодолевайте лень, понимаете? Вот у вас есть соблазн бросить куртку, да, вот просто бросить ее лежать на земле, поборить это, скажите себе «надо», положить ее в шкаф, вот просто положить ее в шкаф и все. Вот просто в таких мелочах. Знаете про теорию разбитых окон? В Нью-Йорке каких-то, не знаешь, как годов? Не, не помнишь, ладно. Так вот, была такая проблема. Было просто, да, 90-е, 90-е. Была очень высокая организованная преступность, уровень организованной преступности. Знаете, как это побороли? Начали с мелочей. Разбитые окна, то есть там, в метро, когда куда-то пытался перепрыгнуть, штрафовали сразу. Просто, понимаете, и когда они убрали эту мелкую преступность, и, понимаете, вот все начало рушиться, вот вся эта башня преступности, как Дженго. вот так вот ударили по ней, она начала обсыпаться. И уж поверьте, вот просто вот, я понимаю, что меня смотрят буквально пара девочек, но я знаю, что меня смотрят молодые парни сейчас. Будьте мужиками. Вы можете быть мужиками. Понимаете, мало правильных мужиков сейчас, а вы можете такими быть. В общем, теперь это уж точно все, что я хотел сказать. Извините, что прощаюсь второй раз, но по-другому никак было. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.